Россиянам предлагается делать упражнение на вычет. Правительство расширит линейку социальных налоговых вычетов. За занятия спортом можно будет вернуть до 15 600 рублей в год. Это 13% от максимальной суммы затрат в 120 000. Граждане смогут оформить социальный налоговый вычет. Включим в него оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Их перечень будет отдельно утвержден правительством. Максимальная сумма, с которой можно будет вернуть подоходный налог, составит 120 000 рублей в год. Для этого внесем изменения в налоговый кодекс и, соответственно, в закон о физической культуре и спорте Российской Федерации. Фитнес-индустрии не хватает загрузки. Эта отрасль признана одной из самых пострадавших в период пандемии. Ситуация от региона к региону разнится, но показатели посещаемости фитнес-клубов после снятия ряда ограничений далеки от докризисных. В среднем от походов в спортзалы отказался каждый второй, по данным национального фитнес-сообщества. Возможность приседать не только с пользой для здоровья, но и для кошелька должна вернуть клиентов фитнес-центры. Мы уверены, что те клиенты, которые пользуются не только приобретением годовой клубной карты, которые пользуются специализированными еще услугами, такими как персональный тренинг, смогут получить приятный бонус по окончанию года. Более того, очень часто занимаются в фитнес-клубах семьями. То есть вот такая экономия 15600, которая в размере 120 тысяч рублей может получиться, она, безусловно, очень полезна, приятна и будет мотивировать население к тому, чтобы они чаще и больше занимались спортом, занимались фитнесом. Владельцы спортивных клубов с воодушевлением восприняли появление оздоровительного налогового вычета. А нивелировать эффект для клиентов за счет повышения цен на абонементы невозможно из-за высокой конкуренции в отрасли. Поднимать цены, я не знаю, у нас, по сути, цены и так конкурентоспособные, так сказать. И выше поднимется, что люди сразу переходят в другой клуб. Думаю, что это будет нецелесообразно поднимать цены. И хотелось бы верить, что цены не будут расти, а наоборот, они станут приемлемы для людей за счет численности массового развития. Я думаю, что фитнес-клубы однозначно будут всегда выигрывать. Я думаю, это понимает каждый управленец или руководитель фитнес-клуба. Механизм получения налогового вычета за занятия физкультурой будет привычным. Потребуется заполнить декларацию в личном кабинете налогоплательщика и приложить документы о расходах, после чего деньги вернутся на карту. Новая мера поддержки затронет почти 7 миллионов клиентов фитнес-клубов. Стас Редикульцев, Умар Тускаев и Алина Косумова. Вести.